Значит хочу рассказать по мангалу. Ничего особенного. С одной стороны обыкновенная коробка из металла. Просверлены дырки по кругу. Ручки сделаны. И вот он стоит на таких вот штырьках. Ну не думайте, это не есть его настоящая высота. Хотя можно и так конечно же. К нему идут еще четыре ножки. Ножки из трубок каких-то сантехнических. На концах трубок туда всунута арматура и прихвачена, чтобы легче втыкать в землю. Пожалуйста, воткнул где угодно. На какую угодно глубину поставил. Воткнул сверху мангал, я потом покажу. Вот и все. Ничего здесь не раскладное. Тяжеловат конечно. Я одному сегодня написал, что у меня мангал из прокатной стали. Да нет, я конечно преувеличил мангал из простого железа. Но это не жесть конечно же. Железо тройка что ли. Вот такие пироги. Сейчас начнем. Ну вот, перебрался сюда. Здесь столик. Более-менее все конечно запущено. Но такая атмосфера дикости. Полудикости такой. Мне очень нравится. Вот елка мощная, как в лесу. Это все во дворе. Город Рига. За Двиной конечно же, Пардаугово. Но все равно. Я считаю, что такие вот уголки, они иногда радуют глаз. Кашуя три раза в год. Хотя можно было и четыре, а то и пять. Но тогда уже атмосферы дикости не будет. Вон еще одна елка. Хотел сказать, клюква. Это смородина, крыжовник. Крыжовник уже мощный. Ну ладно, об этом уже потом. Яблони, груша. Погода в этом году плохая. Ну и мангал конечно. Я вообще-то включил камеру еще раз о мангале поговорить. Ну вот такая вот фигня получается. Еще раз всем привет и спасибо работникам Рига Суденц, с которыми я 11 лет работал. И вот на прощание у меня такой мангальщик нехитрый, которому сносу не будет. А вон соседка. Лаймень усмайды! Усмайды! Соседка моя одна из... Ладно, пока хватит. Так это приблизительно выглядит. Соседка моя одна из... Субтитры создавал DimaTorzok